В небо над Ульяновским аэродромом взмывает Як-52, легендарный советский низкоплан. Благодаря своей конструкции и лётным характеристикам, самолёт легко выполняет различные фигуры высшего пилотажа. А так уже на земле участников соревнований приветствует семикратная чемпионка мира по самолётному спорту Светлана Капанина. Спасибо за гостеприимство, очень хорошее у вас небо. Прекрасный Досаховский аэродром. Чтобы стать участниками чемпионата, школьники со всей страны годами оттачивали своё мастерство. С помощью дронов они продемонстрировали навыки в доставке грузов, проектировании квадрокоптеров, а также разработке мобильных платформ. В треке автономная доставка груза своих соперников превзошла Алёна Фомина. Первый рабочий день было вообще непонятно, потому что команды шли плюс-минус наравне. А уже где-то под конец первого рабочего дня было понятно, что мы будем лидером. Председатель ДСААФ России Александр Калмаков утверждает, за беспилотными технологиями будущее. Поэтому на сегодняшних школьников большая надежда. У нас во всех субъектах сейчас создаются центры по подготовке специалистов беспилотных систем. Так что будем вместе и с вашей помощью это пропагандировать и развивать. Готовить специалистов в Ульяновске будут со школьной скамьи. В этом году в регионе планируют открыть специализированный класс. Около 50 человек мы будем набирать. В дальнейшем будем развивать это направление с учётом того, что специалистов по беспилотникам требуется всё больше и больше. Планируется, что чемпионат по беспилотным технологиям станет традицией и ежегодно будет привлекать всё больше школьников. Ирина Шмыгова и Юрий Конихин. Вести. Ульяновск.